Добрый день! Сегодня мы начинаем новую тему, как правильно спланировать электрику в квартире и домах. Тема эта обширная, поэтому я предполагаю посвятить ей не одно видео. Проводить ремонт необходимо по определенному плану и первым делом необходимо создать точный чертеж, планировку помещений в масштабе с указанием всех размеров, расположение дверей, окон и указанием высоты потолков. Существует множество сайтов и приложений для создания такого чертежа в электронном виде, а также можно воспользоваться ручкой, линейкой и бумагой. На составленном таким образом плане указываем назначение каждого помещения. Коридор, кухня, гостиная, спальня, санузел и тому подобное. Не забываем подсобные помещения и ниши, гардеробные, кладовки. Все это может сделать для вас профессиональный электрик. Ваш электрик Харьков. Достаточно перейти на сайт вашэлектрик.сси.ua и связаться при помощи любого удобного канала связи, указанного на странице сайта или в описании к видео. Для частного дома или коттеджа важно составить еще и план участка вокруг дома, где указываются ворота и ограждения, гараж, баня, беседка, насос, барбекю, освещение, место установки генератора. Зачастую на начальном этапе непонятно где эти постройки будут, тогда нужно хотя бы предусмотреть место, где можно расположить уличный распределительный шкаф, от которого потом можно будет запитать все эти постройки. Где и как правильно располагать распределительный шкаф с автоматами, я остановлюсь детально. В жилых квартирах место установки распределительного шкафа зачастую совпадает с местом установки электросчетчика, а в новострое распредшкаф ШАЭР привязан к месту, где в квартиру входит вводной кабель. Если это место вам не подходит, то расположить его можно, пользуясь следующими рекомендациями. Он категорически не должен находиться во влажных помещениях, таких как ванная, душевая, сауна. Можно располагать ШАЭР в подсобных помещениях, кладовках или гардеробе. Распредшкаф следует устанавливать на удобной высоте, обычно на уровне лица. Он должен иметь удобный доступ для обслуживания и ремонта, отсутствия мешающих преград и препятствий. Если дом имеет несколько этажей, то рационально расположить распределительные шкафы на каждом этаже. Это позволяет избежать лишних трат кабеля и делает удобнее эксплуатацию. Для запитки дворовых построек следует установить ШАЭР на улице в таком месте, чтобы к нему можно было подводить кабели подземным способом, и этому не мешала бы бетонная отмостка, которая обычно делается не на самых ранних этапах строительства дома. Можно установить ШАЭР на стену ограждения или отдельный столбик для распределительного шкафа. Важно понимать, что внутри помещения распределительный шкаф может быть накладным или врезным. Поэтому, выбирая место для встроенного ШАЭР на стене, убедитесь, что толщина этой стены больше 14 см. Хотя бы сантиметров на 8-10 см. Иначе, во время выбивания ниши под распределительный шкаф, задняя стенка ниши может вывалиться. Для накладного шкафа таких ограничений нет. Итак, в итоге на данном этапе мы должны получить планировку квартиры, дома или участка с размерами, на которой отмечен распределительный шкаф. В следующих видео расскажу о выборе кабелей и способе их прокладки, а также о правилах расстановки розеток, выключателей, светильников и других электроприборов во всех помещениях. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и присылайте свои вопросы в комментариях или напрямую через мессенджеры. Спасибо. Пока.